Здравствуйте! Сегодня мы готовим пахлаву. Пахлава готовится на свадьбы, юбилей, к празднику и на разные семейные торжества. Для приготовления пахлавы необходимо 5 стаканов муки, 500 грамм масла, 3 желтка, 250 грамм сметаны, 1 столовая ложка уксуса и чайная ложка соды. А для начинки нам необходимо 2 стакана сахара с ванилькой, 2 стакана измельченного ореха, 4 белка, 1 желточек нам необходим для того чтобы смазать пахлаву и поставить ее в духовку. Начинаем приготовление теста. Тесто слоеное. Для того чтобы его приготовить, надо масло порубить с мукой. Раньше наши бабушки и мамы делали пахлава иначе. Специальное было тесто, 40 листов, катали. Специальная была палочка, называется она ухлави. Этой палочкой тоненькой, очень длинной, она вот такой длины была, где-то сантиметра 80. Раскатывали каждый листочек, укладывали на противень и каждый лист смазывали топленым маслом. Потом через 10 листов делали начинку. Опять укладывали еще 10 листов. И так до завершения процесса. Теперь в современном мире все это упростилось и делаем просто слоеное тесто. Вот порубили. Теперь мы берем сметану и добавляем ее в тесто. Теперь добавляем 3 желтка. А теперь соду и уксус. Загасили. И вылили на тесто. Все это перемешиваем сначала ложкой до однородной массы, а потом уже вручную. Тесто я уже вымесила. Сейчас мы разрежем на 3 части, чтобы сделать из него 3 коржа. Один корж должен быть чуть больше. Это самый нижний. Его раскатываю чуть больше, чтобы на него вложить начинку. А теперь мы это тесто убираем в холодильник на 20 минут. Пока наше тесто находится в холодильнике, мы делаем начинку. Перемешиваем орех с сахаром. А теперь добавляем 4 белка. И тщательно. Теперь надо тщательно перемешать все, чтобы было однородная масса. Начинка готова. Начинаем раскатывать тесто. Так как противень у нас продолговатый, то мы сначала делаем, чтобы у нас сразу была форма продолговатая. Можно делать и в круглой. Первый лист раскатываем чуть больше. Крова. Края подгибаем. Перекладываем тесто на противень. Берем половину начинки и выкладываем на первый лист. И разравниваем. Равномерно распределяем по всему листу. Тут важно, когда начинку равномерно распределяешь, не повредить тесто. Распределили. Точно так же делаем второй корж. на второй корж выкладываем всю оставшуюся начинку. Раскатываем третий, последний корж. Этот корж раскатывается чуть больше, чтобы накрыть предыдущие два коржа с начинкой. И теперь перекладываем его на противень. так, чтобы оно все накрыло. Вот вы видите, все накрыло. И теперь подворачиваем. А сейчас мы наметим линии, по которым мы будем разрезать готовую пахлаву. Намечаем так, чтобы не прорезать насквозь. Взбиваем желток и смазываем верхний корж. Сейчас смажем. Поставим в духовку и 40 минут при температуре 170-180 градусов будем выпекать. Прошло 40 минут. Пахлава готова. Готовьте и кушайте с удовольствием. Приятного вам аппетита! 써 yan! До встречи! До встречи! Продолжение следует...